ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Управление ГИБДД по Кировской области, напоминая о том, что осенью традиционно увеличивается число наездов автомобилей на пешеходов, рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными вблизи нерегулируемых переходов. Особенно это актуально при движении в темное время суток и непогоду. Пешеходам автоинспекторы также советуют не зевать, не уходить в себя, каким бы там ни был богатым их внутренний мир, и следить за дорожной обстановкой. ТРАССА 101 Правительство страны поддержало законопроект, позволяющий наказывать нарушителей ПДД на основании любительской видеозаписи. Вскоре документ поступит на рассмотрение Госдумы. Отправить видео можно будет посредством мобильного приложения. Смогут это сделать только те, кто зарегистрирован на сайте Госуслуг. То есть об анонимности речи не идет. На реализацию идеи, сообщает за рулем, государство намерено потратить 2,5 миллиарда рублей. ТРАССА 101 14 октября вступит в силу новый регламент выдачи и замены водительских удостоверений. В частности, в нем зафиксировано, что срок замены прав через многофункциональные центры не должен превышать 15 рабочих дней. Если гражданин получает в ГИБДД удостоверение впервые, а учился и оформлял медсправку он в другом регионе, то Госавтоинспекция обязана будет проверить эти документы. Вдруг они окажутся фальшивкой. В Мурманской области на одном из участков автотрассы провели эксперимент. Дорожную разметку нанесли не белой, а желтой краской. Благодаря этому, говорят чиновники, линии станут более заметными и ночью, и в непогоду, и в теплое, и в холодное время года. Если это подтвердится, разметка желтого цвета появится на дорогах всей страны. Для этого нужно будет снимать с нее статус временный. ТРАССА 101 В прошлом месяце спрос на новые легковые автомобили в России заметно повысился. Прибавка по сравнению с сентябрем 2016 года – 20%. На первом месте по востребованности оказалась продукция Автоваза. На второй строчке – Киа, на третьем – Хёнде. Всего с начала 2017-го наши соотечественники приобрели 1 миллион 130 тысяч новых легковушек. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова